Я вам хочу сказать сейчас об одной траве, которую я очень люблю, то есть эта трава у нас является обязательно, скажем, в детской и во взрослой аптечке, вообще в домашней аптечке, о таких препаратах несколько, это кровохлебка, это корень кровохлебки. Я вообще считаю, что в доме в каждом она должна быть такое несовершенно симпатичное название, кровохлебка, что-то прям уж такое хищное, такое совершенно, но тем не менее удивительное растение, потому что корень этой травы обладает возможностью очень быстро работать. Ну вот так я прям сразу за центральное вещь, ТИФ, паратиф, холерный вибрион погибают в течение 15 минут в лабораторных условиях. Здорово? А мы говорим еще о дизентине, а мы говорим о интервирусных инфекциях, да? Мы говорим о очень таких серьезных состояниях, когда нужна очень срочная помощь. А ротовирусных сейчас очень много, ротовирусных инфекций. Между прочим, у всех вирусов интересные очень почтения. Вот, например, если гепатит В, ему вообще все равно, какой организм, старый, молодой, взрослый, ему все равно. У ротовирусных вот этих вот, у вирусов вот именно этого типа, это, у них, как правило, предпочтение молодой организм, детский. Страдают больше всего именно детки и молодые люди. Поэтому в данном случае кишечная форма гриппа, как мы говорим вот так между собой обычно, очень хорошо вместе с той терапией, которая назначается, очень хорошо, параллельно, как раз, мы должны работать именно растениями типа куриль-кровохлебки. Почему? Потому что эти вирусы вызывают очень серьезные повреждения слизистых желудочно-кишечного тракта. А мы симптоматику убрали, и пошел ребенок в детский сад или в школу, а молодой человек на работу, или девушка. Что произошло? Мы не долечили, мы симптоматику убрали, все, слава Богу, и обрадовались. Ну, как немножко слабость, ну, бессенсибизация, ну, ничего, придет в себя, подумаешь, вот, несколько дней. А вяло текущее вот этого состояния, что произошло? Катар, который возникал в этот момент, словом воспаление, катар, слизистых желудка, тонкого, толстого кишечника, он остался в таком латынном ромном состоянии, не причиняя никакого особого, скажем, видимого вреда. Но оно в процессе может стать основой для очень серьезных, серьезных хронических заболеваний и состояний. И чтобы этого не было, мы как раз с вами можем применить здесь фитотерапию. Вот в частности банальный, как мы говорим, корень кровохлепки, который не только будет работать на возбудителя, скажем, ротовирусных, как раз вот этих состальных инфекций, не только дизентерии, даже тихо. Дело в том, что еще позавчера у меня на приеме была молодая женщина, мама чудесного ребенка, которая в мае месяце перенесла брюшной тихо после посещения Индии. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, что обратилась она, потому что состояние очень нехорошее. Она пришла действительно, там, лицевая диагностика, весь ее выговорил об этом. Ах, это глубокое поражение кишечника, слизистая, просто лицевая диагностика. Сами губы запекшиеся, красные, кровавые. Кровавые губы такие блестящие, огненные, это состояние плачевного огня. Селезенки, прежде всего. Ибо селезенка открывается в рот. Не мы, а китайские специалисты говорят. Мы уже вынуждены смотреть. Действительно, это так оно и есть. Это подсказка замечательная. А то, что касается складочек, лопин, различных растрескиваний, это состояние уже кишечника плачевное. То есть, буквально оголенной. И она сидела рядом, а я кожей все и сучу чувствовала, как у нее там на огонь кишечники просто. Поэтому работать вот кровохлебкой в самом начале. И она говорила, мне лечили большими дозами антибиотиков. И все. Понятно, да? Поэтому мы с вами говорим, что иногда именно такое растение, как корень кровохлебки, может не просто помочь при всех вот этих вот желудочно-кишечных инфекциях, но вместе с тем не позволить развиться в серьезной хронизации какого-то процесса и дать развитие какого-то заболевания. Ну и, я думаю, кровохлебку вы уже тоже полюбили все. И будете собирать. У вас в Белоруссии она есть, к счастью, велика. Она есть. И она должна стать у вас, конечно, аппетички препаратом вот номер один. Даже отравление. Я-то проговорила по лизентерии, по всем этим тифам-паратифам, гибрионам, холерам, а это холерам, а это банальное отравление. Это не банальное, тяжелейшее. Когда человек просто съел чего-то, пришел и еле до дома дошел, тут же, тут же отвар кровохлебки, тут же. Что касается братьев наших меньше, собак. Интересно, что если где-то вы с другом походили, а он в кусты забежал и что-то непотреблядное съел, собаки ваши, дружок, то в этот момент убирайте воду, ничего кушать не давайте. Убирайте воду, делайте отвар кровохлебки, а вкус у него очень вкусный. Это вкус индийского чая, чудно совершенно. То есть и дети, и собаки, и животные пьют чудесно. Ставьте хорошую порцию отвара кровохлебки, собака с удовольствием это выпивает все, выздоравливает. Здесь тоже хорошо, видите как. Я как-то спросила у врача тибетской медицины, очень достаточно опытного, а если, скажем так, у нас среди российских трав наших, российской травы, трава, которая бы в русской транскрипции соответствовала бы тибетской траве, скажем, сравнение, что за трава. Мне было очень интересно. Он так подумал, сказал, Мирабалан хебу була. Э, вот это я была потесена. Потому что это вообще невероятно. Потому что Мирабалан это супер, да, как мы говорим. Это, ну вообще пять вкусов, да, и которые целит практически. Ну все, панацеи считаются. В тибетской медицине. Как это так? А он говорит, ну чуть-чуть там вот вкуса одного не хватает у кровохлебки. Ну я вставлю этот вопрос открытый. Я не хочу сказать, что он меня убедил. Но вместе с тем, вместе с тем, это очень здорово, согласитесь. Что именно кровохлебку он назвал. Потому что кроме вот всего того, что я вам сказала, острые вот эти состояния, да, кровохлебка еще работает с язвой желудка двенадцатиперстной кишки. А ты именно коротки? Козень коротки. Язва желудка двенадцатиперстной кишки. Практически все проблемы желудка и кишечника. Рак желудка, рак кишечника. Рак женской половой сферы. То есть я хочу сказать, это очень серьезные заявки. Очень серьезные. И хочу сказать, вот все равно кровохлебка это растение, на счету которой очень много спасенных жизней, опять, интеллита, которые очень часто бывают. То есть это взросло очень, скажем, сколько интервенций может принести вообще в процессе интервенций своей беды. И поэтому вспоминаю, был даже такой случай, когда мужчина позвонил, умирает ребенок и в реанимации. Как можно помочь ребенку в реанимации? Это не шутите. Согласитесь? Совсем. То есть не помогает, ребенок просто умирает, он говорит, ну вот такое состояние. И поэтому накипятили конкретно вот кровохлебки, выпаивали малыша. Выпыли. То же самое было у моих друзей очень много лет назад. У Ванчи теперь чудесная Софийка, дочка. А когда-то на самом 9-месячной лежал, и двое моих друзей, папа и мама, Ванчи, врачи, просто я помню, я не помню, где я была, приехала, прибежала в больницу, а Наталья захлебнется вся слезами, потому что у Ванчики просто жалую место у него вот вены, которые скалы на головке, чтобы опять очередной раз колоть. Наташ, ты мне веришь? Вот так. Было как раз. Веришь, Наташ, ты мне веришь? Верю. Мы будем сейчас все делать. Все. Ванечка, наш Ванечка такой, Ванечка, шкафчик. Я просто хочу сказать, что чудо, это вот тот случай, когда бывают исключения из правил, когда острое состояние травами не лечится. Главное правило фитотерапии. Поняли? Бывают исключения из правил. Вот это исключение из правил. Когда может. Нужно кипятить обязательно. Вот ей нужно заваривать. У нас есть спиртовое извлечение. Это средство быстрого реагирования. Человек едет в ту же южную страну куда-то, в ту же Индию. Еще и везет с собой троих детей. Понятно, да? Какой риск? Но сказали, едем и все. Тут хоть так, давайте, ну все. И масло зверобоя, и осолка, и таволку, кровохлебку во всех видах. То есть, это берет средство быстрого реагирования. Спиртовую кровохлебку, чтобы быстро накапнуть, ежели чего. Иногда воду пьем и несколько капель туда кровохлебки заранее. Как бы, или айер, или там что-нибудь. Дальше. Что еще? Берем порошковую форму. Поэтому кровохлебку изготавливаем грязную, как мы говорим, мы ее не моем. Мы ее просто режем, несколько раз через сито просеиваем. И, в общем, уходит вот это все, и она такая шикарная. Кто понимает, они все говорят не мытой. Вот так вот. Того не надо. А есть мытая хорошо. В кофемолке мелется и в порошке дается. Чтобы и это можно было сделать. Вот удобная форма. Вы живете, вам заваривать негде там, правильно? Быстренько выпили порошочек, пошли. Все. Любые формы должны быть. А так, если вы дома, вот эта вот кровохребочка немытая, без расчета, столовая ложка на пол-литра воды холодной, берете, доводите до кипения, кипятите полчаса и оставляете там, стоять. И она у вас там пребывает, целируется, как говорится. Все. Она здесь, вот тут, кстати, так же мы делаем еще и медуницу, оставляем тоже там. Как в народе говорят, киснуть. Она не прикисает, ни в коем случае, но она остается до самого последнего глотка, пока вы бьете там. Это тоже святая Хильдегард, потому что она в свое время писала, имфиземы ничем не лечится, как только медуницей. И вот главный фармаколог писал, в настоящее время когда эмфизема практически ничем не лечится, считается неизлечимым, именно медуница делает чудеса. Смотрите, хотя бы интересно, святая Хильдегард тогда уже описала то, что только после ее смерти через сто лет было написано. Она патогенез ревматизма описала. О, как интересно. То есть ей было дано. Так что это лучший вариант и полчаса кипятите и пусть она будет там. Она не прокисает неделю. Она консервант собственно себе. С ней даже иногда я где-то даже читала такую, что она как консервант для заготовки каких-то овощей, помидоров, кустов можно добавлять в банку, как многие аспирин добавляют. То есть можно не затеяться за счет неинтересно тоже. И спасибо вам за терпение. Спасибо. Спасибо.